Я хочу стать фигуристкой и потом пойти стать фигуристкой. Юная Соня Казмина на коньках 5 лет и первые уверенные шаги в большом спорте уже сделала. Помощь и поддержка на тренировках и, конечно, самих соревнованиях не только тренера, но и мамы. В 6 утра встали, переживали, волновались. В Воронеже первое место было в прошлом году. До этого выступали в Ельце, в Астрахани. Вот недавно, буквально неделю назад, в Ставрополь. Ставрополь заняли третье место. Соревнования по фигурному катанию проходят на Дону уже в 17-й раз. В этом году более 100 участников из Ростова, Новочеркасска и Оксайского района. Впервые своих юных фигуристов представил Таганрог. Основная часть соревнований – произвольная и короткая программы. По сумме набранных баллов и определяют победителя. Кроме того, отдельно судьи оценят и владение коньком. Тот уровень подготовки, который есть у наших детей – это разные школы, разные тренеры. И это не дает им возможности расслабляться. Конкурентная борьба однозначно есть. Лед не видели почти год. Из-за пандемии тренировки перешли в режим офлайн. Надеть коньки удалось лишь в середине лета. Многие юные спортсмены набрали лишние килограммы. И с 1 июля до января тренировки проводились в более интенсивном режиме. Первые соревнования прошли в начале этого года. Непосредственно при зрителях, но с соблюдением всех санитарных норм. Есть такие талантливые дети и у нас. И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы они потом шли дальше. Проходили конкурсы, отборочные туры уже и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И попадали в сборную команду России. Потому что мы, регионы, работаем на то, чтобы были там наши дети. Победители второго этапа Кубка Ростовской области по фигурному катанию попадут в сборную региона и будут представлять ее на всероссийских соревнованиях.